Раз, раз, раз. Работаем, ребята. Деньги Багманов. Это РАЗ-ТВ. И это гостиница-отель Ритц Карлтон. Один из лучших отелей Москвы, который в этом году принимает Simple Congress 2019. Тема, которую мы сегодня заявили, она очень человеческая. Люди, изменившие мир вина. И мы пытаемся ответить на вопрос, каким же будет рынок вина в будущем. Большое спасибо, в первую очередь, конечно, всей команде. Я не могу не сказать о Жене Богданове, который, собственно, и является человеком, который вместе с Татьяной Ман подбирал спикеров. Уже выступили у нас Доминик Симмингтон из Португалии. Это человек, который владеет огромным количеством хозяйств, и они делают настоящую революцию в мире вина. Джейми Гуд выступил. После него выступила легенда, настоящая из Лос-Анджелеса. К нам приехал Элен Мидуус. Да, это наш первый визит в Москву. Хочу добавить, что это невероятно красивый город. Люди дружелюбные, все очень вежливые. Все нам помогают. Для меня большая честь быть частью Симпл Конгресса. Тема, которую я обсуждал с участниками Конгресса, это история и инновации в Бургундии. О том, как Бургундия стала тем, что мы знаем сейчас. Нас очень заинтересовало то, с чем мы здесь столкнулись. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Мы были очень удивлены уровнем знаний у здешней публики. Нам задавали вопросы очень высокого уровня. Если это является отображением видной культуры здесь, то Москва — очень динамичное место в этом смысле. Второй спикер, которого я бы отметил, это, конечно, для меня важный спикер. Это легендарный директор Уайн-Серчера. Надо сказать, что этот для меня ресурс является бесценным. Было довольно сложно получить российскую визу. Пришлось продевать много работы. В общем, было непросто сюда добраться. 21 час я добирался самолетом с пересадкой в Сингапуре. И оно того определенно стоило. Здесь очень круто. Невероятно теплая и гостеприимная публика. Величные вопросы. И великолепная подборка спикеров. Приглашение на Сингл Конгресс для меня большая честь. Хочу, чтобы мы его гораздо больше видели у себя в приложениях «Мы профессионалы». Но есть, конечно, проблема, которую я не мог не сказать. Это проблема конкретных низких показателей определенного ресурса, который они декларируют в качестве, скорее всего, рекламы. Я работаю в «Вайн Серчере» два с половиной года. Это все благодаря Мартину Брауну, который является основателем. Мартин работал айтишником в Лондоне на Берри Бразерс, которые являются поставщиками винарью Королевского Величества. И он обратил внимание на то, что люди продолжали обмениваться списками вилл по факсу, чтобы понимать, что есть в продаже. Очевидно, что это гораздо проще делать, используя базу данных. И он сделал этот инструмент для профессионалов. Но частные клиенты тоже нашли его полезным, и это привело к дальнейшему развитию ресурса. Сегодня его активнее всего используют в США, хотя родом от Соединенного Королевства. Когда я присоединился к команде «Вайн Серчера», моя жизнь изменилась для неузнаваемости. Нам с семьей пришлось перебраться из Лондона в Новую Зеландию. Мы переехали из маленького дома на юго-востоке Лондона на небольшую ферму на окраине Охленда. И теперь я встречаюсь с коровами на дороге. Мы сейчас поговорим с одним из гостей. Я очень рада сегодня присутствовать на этом мероприятии. И особенно сейчас жду выступления Ричарда Паттерсона. Потому что «Далмара» является одним из наших любимых напитков, и хочется услышать его вживую. Поэтому огромное вам спасибо за такую возможность. Лен, есть еще что-то, может, хотите сказать? Я являюсь владельцем маленькой мастерской вины, которая радует меня любви своими разными изделиями, подарками, сувенирами. Мастерская «Мэткоркс». Если вам нужно какие-то сделать подарки, проходите в Инстаграм Елене. Как вам Москва, и как вам то мероприятие, на которое вы сегодня приехали? Всегда здорово вернуться в Москву в числе такого количества замечательных людей. Симпл останется в веках. Это те люди, которые несут знания жителям России. Что вы сделаете с человеком, который будет держать бокал с виски не за ножку, а за основание? Если я вижу тебя держать бокал с виски не за ножку, или вот так, разогревая его, как будто бы француз, у вас мгар коньяк. Ну или если я вижу тебя, когда вот так вы принюхиваетесь, держа вам одно расстояние от своего носа, я тебя убью. Иногда приходится немного применять насилие. Нужно показать его. Давать людям пощечины. Нежную пощечину. Со словами, это тебе от Ричарда Паттерсона. Уйми, свешно. Потому что, когда так происходит, люди спрашивают, зачем ты это сделал? И вы им рассказываете, что не так. И они учатся. И узнают о истории качестве и новшества шотландского виски. Хочу сказать, с своей стороны, что от Ричарда Паттерсона даже подсчетина была приятной. Хотя я не держу, конечно, никогда виски за основание. Никогда. Проявляйте уважение. Так скажите нам, как пить виски, как джентльмен? Не нужно пить виски с залпом. Вы не почувствуете вкус. Я выдерживал виски в течение 25-30-40 лет. И вы должны продержать его во рту как минимум 30-40 секунд. Как вкусную еду. Вы же ее не заглатываете просто так. Вы жуете. Чем больше жуете, тем больше ощущаете вкус. Так вот, прошу вас, когда виски попадает вам в рот, поместите его на кончик языка, под язык, обратно в середину. И только потом глотайте. Чем дольше он останется во рту, тем больше вкуса вы получите. Это, конечно, было шоу, которому можно позавидовать и у которого нужно учиться. Это был Ричард Паттерсон. Спасибо. Спасибо. Симпл Конгресс убедительный. Люди собрались здесь не только, чтобы пить вино. И это поражает. О, мой бог, я люблю Москва. Безусловно, без интриги, связанной с криминалом, нельзя. Потому что, когда говорят о подделках вино, это касается практически каждого. От профессионалов, которые здесь сидели, до тех людей, конечных потребителей, с которыми мы все работаем. Я говорю вещи, которые стоят людям больших денег. И это далеко не всегда вызывает восторг. Часто случаются словесные и физические нападки в мой адрес. Много раз, когда я проводила дегустации, особенно в Нью-Йорке, мне приходилось нанимать телохранителей, потому что на меня нападали. Приходится постоянно быть на чеку. Но я привыкла и не остановлюсь. Александр Айугов, также известный как Алекс Аникин, россиянин, который подделывал вино Думен де ла Руманэ Кунти. Всю контрабанду делают в Одессе, на Дерибасовской улице. И недавно его задержали во Франции. Несчастье, он наделался штрафом в 150 тысяч евро, что для тех, кто занимается подделками ВИН, не слишком критично, но радует то, что его хотя бы поймали. И да, он ваш русский Руди Курневан. Его подделки очень хороши. И поскольку он подделывает свежие винтажи, использует суховую печаль. Приходится долго смотреть в микроскоп. Его работы поражают воображение. И это страшно. Он показывает, какими изобретательными могут быть современные мошенники. У меня было несколько винных шкафов с фальшивыми винами. Их совершенно неинтересно пить. Я работаю с олигархами и не могу называть имена. Вот только вчера познакомилась с одним российским коллекционером. Было невероятно. Он сводил меня в белый кролик. Мне просто крышу снесло от Москвы. И я не могу дождаться возвращения сюда. Анатолий Корнеев совсем скоро выступит. А к нему присоединится один из ведущих российских экономистов. Его зовут Евгений Коган. И вместе они попытаются немного пофутуризировать и представить себе, что же будет наша страна пить в будущем. И будет ли вообще. Такой прекрасный конгресс у Симпол. Хоть бы он проходил намного чаще, пусть каждый месяц проходит. Спасибо большое всем. Приходите на следующий наш конгресс 2020. У нас есть уже идея. В любом случае, это будут очень-очень известные лица. Это будут очень важные люди, которые действительно влияли настолько на рынок Вена, что до сих пор они являются самыми, наверное, главными критериями качества, если ты хочешь успешно, быстро и много где продаваться. Редактор субтитров А.Семкин